Привет, меня зовут Рафеичек Дмитрий, я шеф-преподаватель Института гастрономии СФУ. Сегодня мы приготовим с вами суп томатный с овощной смесью техасской. Для этого нам понадобятся некоторые ингредиенты. Обязательно спелые томаты, красный перец, тоже обязательно красный, для того, чтобы у нас получился очень красивый насыщенный цвет. У нас есть овощной бульон, я его подготовил заранее. В принципе, его можно заменить любым бульоном. Также нам понадобится непосредственно овощная смесь, чеснок, зелень кинзы. На подгарнировку нам понадобится спелый мягкий авокадо, лайм. Также нам понадобится тортилья. И для того, чтобы все это довести до вкуса, нам понадобится сахар, смесь специй с копченым перцем чипотли, соль, кумин, сметана и томатная паста. Ну и для обжарки нам понадобится растительное масло. Первое, что нам понадобится сделать, это запечь сладкий перец. Для этого мы возьмем пару перцев и заворачиваем в фольгу. Пока запекаются наши перцы, мы подготовим томаты. На две порции супа нам понадобится около 500 грамм томатов. Это, наверное, три средних томата. Для этого нам понадобится их бланшировать. Мы сделаем крестообразные надрезы с обеих сторон томата. Вода у нас закипела, теперь мы можем опустить туда томаты. Буквально на 30 секунд. Для того, чтобы остудить томаты, нам понадобится холодная вода. Томаты остыли, их можно очистить. Теперь мы очистим томаты от косточек. Для этого нам понадобится разрезать их на четверти и вырезать мякоть. Наш перец запекся, сейчас мы его развернем, очистим от семян и кожуры. Сейчас мы все подготовленные овощи нарежем крупным кубиком. Итак, теперь в подготовленные овощи добавляем томатную пасту. И овощной бульон. Овощной бульон при желании можно заменить любым другим бульоном. Включаем на медленный огонь. И оставляем на 40 минут овощи томиться в бульоне. Сейчас на растительном масле обжариваем техасскую смесь бон дюэль. Кстати, очень классно, удобно. Можно пользоваться ей даже не размороживая. Мне здесь нравится очень состав. Много очень разных овощей. Зерна кукурузы, фасоль, болгарский перец, лук. И сразу есть соусы и пряности. Очень ароматная. Овощная смесь достаточно пряная и ароматная. Но я хочу добавить немного копчености. Поэтому доведем смесь до вкуса кумином и смесью специи с копченым перцем чпотля. Пока овощи жарятся, добавим мелкорубленный чеснок. Наш томатный суп доводим до вкуса. Немного солим. Пробуем, если он кислотный, за счет томатов добавляем немного сахара для того, чтобы баланс вкуса выправить. Добавляем нашу смесь специй. Все хорошенько перемешиваем для того, чтобы вкус равномерно разошелся по всему супу. Буквально 30 секунд прогреваем и можно собирать блюдо. Такая овощная смесь отлично подойдет для потоковых заведений, где ее можно использовать в качестве просто гарнира. И получается очень вкусно. И при большой проходимости очень удобно. Сразу буквально готовый гарнир, готовое блюдо. Блюдо готово. Приятного аппетита!